Всем привет! Сегодня я хочу показать вам летнюю шапочку, можно ее назвать кепкой. Расскажу, как я ее вязала и чуть попозже, в конце видео, пряжа, из которой можно связать такую кепку. Как вы видите, она очень простая и связалась буквально на одном дыхании. Очень было просто и интересно ее вязать легко, быстро. Не помню, сколько по времени, но за несколько часов буквально. Но, как я сказала, пряжа попозже. Вязала, наверное, крючком номер 3, уже не помню. Но, опять же, вы подбирайте крючок под свою манеру вязания, под свою пряжу. Начала я вязать с макушки. Я показывала, как вязать. Вот, жалко, что на этой пестрой пряжи не видно, но здесь расходятся... Вот, смотрите, здесь вот галочка из двух столбиков и воздушная петля. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и вот эта галочка. Итого получается 6 рапортов, 6 вот таких вот галочек. А начинаем с 12 столбиков. Схема есть на вкладке «Сообщество» на канале. И ролик есть. Я тоже в инфобоксе опубликую и в конце видео ссылку дам. Очень простая схема. Хочется вязать только так, потому что расширение идет очень просто. Запоминается схема, просто очень она мне нравится. И вот я вязала до тех пор с расширениями, пока у меня вот... Так, диаметр, по-моему... Да, сначала по диаметру ориентируемся. Не стал 18 сантиметров. Это на взрослый размер. Опять же, можно ориентироваться на вот таблицу с размерами. Она тоже есть во вкладке «Сообщество». Ну и в интернете, я думаю, все встречали. И вот в зависимости от размера головы, от возраста, мы вяжем нужное количество сантиметров. У меня 18. С прибавками. Затем я начала вязать без прибавок. И вязала до тех пор, пока от макушки и до конца вязания не стало 20 сантиметров. Опять же, у всех это по-разному, у всех размеров. Смотря какой величины вы хотите связать шапку. И после этого я начала вязать козырек. Можно... Дальше мы вяжем для шляп расширения или просто обвязку и заканчиваем вязать шапочку. А я решила связать козырек. Я не пользовалась схемами. Ну, видела, конечно, до этого схемы. Но поступила таким образом. Выделила... Вот здесь вот плохо, но видно. Вот этот один рапорт. Когда у нас вот шло расширение... Можно даже, если хотите, когда закончите вязать его, отметить, чтобы он шел так вот. Вот я выделила маркерами. И начала вязать ряды столбиками без накида. Точнее, один ряд я сначала связала столбики без накида по всей окружности. А потом начала вязать укороченные ряды. Я вязала... Допустим, так вот у меня работа лежала ко мне. Я вязала столбиками без накида вот это расстояние и одну клеточку вот эти вот столбики. Затем повернула работу уже в ту сторону и вязала дальше все это расстояние и на одну клеточку сюда. И вот таким образом постепенно я добавляла по одной клеточке. Когда я связала, добавила, наверное, три такие клеточки, я решила, что вот здесь мне нужно вязать двойные столбики с накидом, чтобы у меня вот этот козырек не стягивался. А здесь вот я вязала с расширением. Вот на уровне вот этих вот маркеров во всех рядах я вязала, вот, наверное, видно, видите, два столбика с накидом на одном столбике. И здесь точно так же. И вот я вязала до тех пор, пока у меня не прибавилось по семь клеточек с каждой стороны. Вот раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клеточек и семь клеточек с другой стороны. И тогда я начала уже вязать обвязку рачьим шагом. То есть, ну, я думаю, знаете, как вязать рачий шаг. Если не знаете, то напишите, я сниму видео. Может, даже так сниму. И вот связала рачьим шагом. Ну вот, и все хитрости. Все очень просто. Хочу попробовать еще связать такую шапочку. Они всегда пригодятся. И дальше вот я покажу, как ее можно носить. Пряжа здесь лучше плотно. И вязать вот особенно козырек плотно. Здесь-то можно, конечно, и посвободнее. Можно ее носить вот так вот. Ну, как обычно. На фотографии вы видите. Потом можно козырек загнуть таким вот образом, если он вдруг мешать будет. Хотя, я думаю, все-таки он от солнца спасает. А можно носить задом наперед. Вот здесь у нас лицо, допустим, здесь затылок. И вот этот козырек будет прикрывать шею от загара. А здесь будет, как обычная шапочка, без козырька. Тоже такой вот вариант ношения. Ну, а дальше немножко расскажу о пряже. Свою кепку я вязала из пряжи Аудакс. Вот у меня еще немножко осталось. Фирмы Линия Пью. Это смесовка летняя. Здесь лен, хлопок и вискоза. И она толстенькая. 200 метров на 100 граммов. На сайте есть такая пряжа, только другой цвет. Это в разделе распродаж. Она вот плотненькая, толстенькая. Я думаю, неплохо она как раз вот подошла для кепки. Пряжу можно подобрать самую разную. Вот такая еще интересная пряжа. Информация об этой пряже будет на экране. Смотрите, какая она золотистая и красивая. Я думаю, в ней будет не жарко. Раз в дырочку, то будет нормально. Мне кажется, эта пряжа очень подходит. А, вот. Называется, да, Матеус. Пряжа. И она, по-моему, не знаю, есть, нет, но разных расцветок. Была на сайте. Вот такая интересная пряжа. Так, по-моему, это ацетат. Тоже будет. Смотрите, какая красивая нитка. Целлюлозный ацетат. Можно попробовать вязать в одну нитку, а можно в две. Но я думаю, все-таки в одну лучше. Вот я начинала вязать шляпу. Можно посмотреть, как будет выглядеть козырек, вот если его связать. Я думаю, неплохо подойдет для такой модели эта пряжа. И все-таки здесь вот в дырочку тоже, если связать, как вот я вязала, будет очень такая неплохая кепочка, шляпка, такая летняя. А вот такая пряжа. Это тоже целлюлозный ацетат. Очень нарядная, очень красивая. Она есть еще на сайте в разделе «Последнее поступление». И там тоже несколько расцветок. Я думаю, тоже очень подойдет. Очень нарядная. И очень такая летняя. Ну, на этом все. До новых встреч!